Всем привет, друзья! Сегодня очередная подборка новостей Дома-2 за последние сутки. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Настя Голд осталась довольна эфиром, который посвятили ей и ее мужу. Она заявила, что отпускает все обиды и даже немного сплакнула от счастья. Среди своих главных достижений на проекте она отметила то, что теперь носит фамилию Ильи, который считает главной на шоу. Поклонники поддерживают пару и верят в их успешное будущее за периметром. Просматривая, как с ними попрощались, Настя Голд так расчувствовалась, что даже плакала. Но не от обиды, наоборот, ей все понравилось настолько, что появилось желание начать все с чистого листа. Настя довольна реакцией коллектива и подписчиков, грустивших и волновавшихся за них, ведь это и есть главный показатель любви. По словам Голд, проект всегда будет частью ее жизни и она не будет стыдиться своего участия в нем. На шоу она встретила любовь и создала семью, а самое важное забрала главную фамилию проекта и стала Анастасией Ябаровой. Бывшая участница невероятно этим гордится, хотя замужество еще и за Ильей трудно назвать таким уж ценным достижением. Фолловеры посоветовали Насте не слишком радоваться. Илья – человек легкомысленный, вполне возможно, что в браке он продержится дольше, чем просто в отношениях после ухода за ворота. Но стать по-настоящему семейным человеком он не сможет, разве что Настя полностью возьмет на себя решение финансовых проблем. Супруги уже делились новостями о жизни за периметром. Илья якобы нашел работу, он стал заниматься строительным бизнесом. Настя осваивается дома и ведет соцсети. Казалось бы, все в порядке, можно ни о чем не переживать, но в сети гуляют слухи, что Илья уже просился обратно на проект. Правда, сейчас непонятно, на какой именно проект. Согласившиеся на участие в проекте тиктокеры теряют поклонников. Тиктокеры из Вау Хауса еще не успели появиться в эфирах, только снимают контент для будущих выпусков, а от них уже отказываются подписчики. Пока что блогер, пожаловавшийся на сокращение активной аудитории втрое, не разобрался в причинах. Но хейтеры не сомневаются, что все дело в участии в шоу, которое теоретически, хоть и не является Домом-2, на самом деле ассоциируется именно с ним. Современным блогерам явно не захочется связываться с телестройкой в любом ее проявлении после таких новостей. Как только в соцсети начали обсуждать Дом творчества Тикток и его участников, как эти самые участники тут же начали терять доход. Один из таких участников пожаловался подписчикам на снижение интереса к своей странице. За неделю до участия в Ау-хаусе у тиктокера Вити было около 2 миллионов просмотров за неделю, а как только он стал участником шоу, 650 тысяч, фактически втрое меньше. Парень очень расстроился, к тому же его девушка по имени Рамоша расстраивается из-за того, что и многие пишут негативные комментарии, хотя даже ее не знают. Придется привыкать к такому отношению, может Майя Донцова и Леша Купин. Именно эту помощь имели в виду научиться игнорировать хейтеров, которых теперь будет гораздо больше, чем адекватных подписчиков. Пока что непонятно, что именно так сильно повлияло на доходы блогеров, то ли разочарованы в подозрительной рекламе, то ли недовольны новостями. Прошлый проект Суперхаус не прославил участников, не помог им стать звездами или больше зарабатывать. Участники жаловались на разочарование, утрату подписчиков, потерю рекламодателей и, как следствие, потерю денег. Вполне возможно, что блогеры предпочтут нарушить подписанный на год контракт и разбегутся по домам. Хотели бы этого? Если да, ставьте лайк. Новый канал для Дома 2 до сих пор еще не найден. То, что Дом 2 стремительно теряет рейтинги, стало ясно еще много месяцев назад. Продюсеры давали несколько шансов этому проекту, который принес немало популярности ТНТ за последние 17 лет. Но никто и никогда не будет вкладывать средства из силы в убыточное шоу. Поэтому телестройки не оказалось в эфирном времени в 2021 году. Официальные источники утверждают, что ТНТ намерен добавить больше юмористического контента. А вот реалити – место совсем на другом канале. В Газпром медиа входит несколько штук. Поэтому действующие участники в один голос уверяют, что Дом 2 не закрывают. Проект будет всего лишь транслироваться в другом месте, но где именно – до сих пор неизвестно. Виктория Боня, которая появится на телестройке в начале 2021 года, уверяет, что все разговоры о закрытии шоу – всего лишь хитрый пиар-ход. Ведь подобные слухи всегда только подогревали к нему интерес. Супруги Купина утверждают, что первые недели января все отправятся в небольшой отпуск, после чего вернутся в обновленном формате. При этом шоу тиктокеров также будет сниматься на Домовской поляне, а ТНТ намерена запустить в эфир первые серии уже с начала нового года. Однако ходят разговоры, что ребята и ведущие занимаются самоуспокоением. Ведь до сих пор еще не найден канал, который готов принять когда-то популярный проект и подарить ему несколько часов своей сетки вещания. Якобы Влад Кадони уже ищет себе новую работу и очень надеется, что ТНТ найдет ему местечко. Хотя проект Битвы экстрасенсов, которому Влад всегда испытывал особую симпатию, также будет закрыт. Александр Черно утверждает, что Дому 2 действительно пришел конец. Сотрудники, которые еще не написали заявление на увольнение, совершенно не понимают, что их ждет дальше. Надежда у всех лишь на проект Бородина против Бузовой, который остался на родном канале. Своё рабочее место сохранил и Антон Бекужев, в отличие от Надежды Ермаковой, которая под конец года вынуждена искать себе новую работу. Где же появится Дом 2 в 2021 году, мы узнаем только через пару недель. Ольга Бузова и Елена Малышева будут вместе вести программу «Жить здорово» – неожиданный тандем. По поводу закрытия Дома 2 Бузовой переживать не стоит, потому что она востребована везде и без работы не останется. Она поет песни, снимает клипы и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если Дом 2 приедет на другом канале, то она по-прежнему будет его вести. А теперь она еще будет работать и на первом канале. Вчера стало известно о том, что Бузова и известная телеведущая профессор Елена Малышева будут работать вместе. Вот что написала Оля на своей странице в социальной сети Инстаграм. «Все, что не случается, все к лучшему. Как мы вам с прекрасной Еленой Малышевой. Роскошный тандем. Скоро вас ждет наш сюрприз в эфире Первого канала. Дальше больше. Мы с Еленой желаем вам крепчайшего здоровья». Ранее была новость о закрытии программы «Жить здорово», но потом эти слухи опровергли и заявили, что передача продолжит выходить в 2021 году. Но теперь вместе с Малышевой студией о здоровье будет рассказывать и Ольга Бузова. Как вам новость, что ли Бузова и Малышева будут вместе вести программу «Жить здорово»? Неожиданный тандем? Напишите свое мнение в комментариях. Илья Яббаров задолжал теперь уже экс-коллегам по цеху. Пока зрители радуются уходу Ильи, некоторые участники льют слезы. Правда, вовсе не потому, что считают Яббарова другом, а потому что Илья набрал долгов на строительство дома и пока не спешит их отдавать. Как стало известно, в общей сложности долг Ильи перед участниками составляет порядка 200 тысяч рублей, а в числе кредиторов выступают Игорь Григорьев, Алексей Безус и Максим Оргенштерн. Более того, вероятно, это еще не все имена, да и сумма может оказаться в разы больше. К слову, пользователи социальных сетей убеждены в том, что им есть о чем волноваться. В глазах многочисленных телезрителей Ябаров – аферистый обманщик, а это означает, что экс-участник телестройки вполне может никому ничего не отдать. Недовольная путаница Евдата Хольга Рапунцель сделала замечание младшей сестре. Накануне Алена Савкина решила поддержать покинувших проект Олю Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Молодая мамочка не стала скрывать, что в их лице шоу потеряла своих самых топовых героев. Правда, дала понять, что для ее сестры такой поворот событий явно к лучшему. Впрочем, Ольга Рапунцель такой поддержки от сестры не обрадовалась. И все потому, что посвятившая ей пост, Алена запуталась в датах. Как выяснилось, для Оли это крайне принципиально, и многие даже догадываются почему. По всей видимости, Рапунцель боится, что ее ход свяжет с закрытием телестройки, поэтому для нее так важны даты. Экс-участница Дома 2 уверяет, что сделала свой выбор самостоятельно, а не из-за того, что Дом 2 закрывают. А организаторы якобы были против их отпускать перед самым финалом шоу. Бывшая участница Лера Фрост рада, что Дом 2 закрыли. Когда появилась информация о том, что Дом 2 закрывается, многие бывшие участники поспешили выразить сочувствие по этому поводу. Почти все экс-жители проекта сказали, что ушла целая эпоха. Многие поблагодарили сотрудников шоу за ценный опыт, который приобрели. Валерия Фрост, которая провела на телепроекте немало времени, высказала противоположное мнение. Девушка считает, что проект стоило закрыть еще около двух лет назад, когда рейтинги стали сильно падать, а ярких участников сменили лица с сомнительной репутацией. Фрост рассказала, что реалити-шоу стало цитаделью зла и разврата, поэтому его закрытие логично и закономерно. По мнению бывшей участницы, с экранов пропали сильные личности, а среди жителей Поляны были лишь марионетки без личного мнения, которыми руководил загадочный Карабас-Барабас, дергающий за веревочки. В данный момент неизвестно, что станет с проектом дальше. Переедет ли он на другой канал, или получит новый формат интернет-вещания. Фрост уверена, что рано или поздно проект будет закрыт навсегда. Ирина Пингвинова рассказала о своей дочери. Я мало о чем рассказывала, так как не могла правильно распределить свое время, чтобы все успевать, но пора исправлять это. Сейчас я хорошо понимаю свою крошку и же учусь выделять немного времени на себя. Время просто летит с башенной скоростью, а ведь совсем недавно она была в животе, и я могла только представлять, как пройдет наше первое знакомство. На кого будет похоже? Справлюсь ли я? Сейчас дочка начала уже меняться, стала похожа на меня, реагирует на мой голос, успокаивается. Также мы уже потихоньку начинаем всем интересоваться. Ей интересно лежать у меня на руках и все разглядывать. Как только хочу сесть, она обижается. Также и колики нас не обошли, но мы молодцы и держимся. Но иногда почти сплю на ходу. А в целом материнство, это очень интересно, ведь жизнь меняется и обретает новые краски. Поделилась девушка. Ксения Собчак сообщила о том, что Дом-2 всех обманул ради хайпа. Девушка поделилась. Дом-2 закрывают. Ушла эпоха. Я счастлива, что прошла туда. И счастлива, что вовремя ушла и пошла дальше. Это моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю это время. Оказывается, вся эта компания Дом-2 закрывается. Это часть рекламной стратегии перехода на канал помельче в рамках Газпром-медиа, так как рейтинги не тянут для ТНТ. И тут обманули. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!